И никто сейчас не возьмется предсказать, какая будет погода в первую очередь в таких городах, как Томск или Пермь. Да и в других регионах природа может преподнести любые сюрпризы. Однако, как же ее руководитель Премьер-лиги, будет сделано все возможное для того, чтобы вся со-структура была подготовлена к этому моменту. Конечно, можно было бы провести 33-й тур чемпионата и сейчас, но все прекрасно понимают, что футболистам и прежде всего игрокам сборной России необходим отдых. Итоги сезона будут соблюдены в мае. Впрочем, как сказал Сергей Пряткин, о некоторых положительных результатах можно говорить уже сейчас. Сейчас значительно возрос интерес к отечественному футболу со стороны болельщиков. И пусть пока еще не так много зрителей можно увидеть на трибурах, но руководство отечественного футбола уверены, настоящие покорники обязательно придут в стадионы. Кроме того, отвечая на вопрос о будущем футболе испытывающих финансовые трудности в частности Томи, Сергей Прятки дал понять, Сейчас делается все возможное для того, чтобы команда покидала Премьер-лигу и другие ревизионы только по спортивному принципу. Он также отметил, что нынешний формат лиги с 16 командами является на данный момент оптимальным. Мужская сборная России по волейболу продолжается убеждать на пункте мира в Японии. Накануне команда Владимира Олегна обыграла в Кубу 3-1. В турнирной таблице наши волейболисты занимают второе место, одну очко уступая сборной Польши. Продолжение следует...